Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала Цветоводы, садоводы и огородники Сегодня 3 марта и я решил проверить свою поликарбонатную теплицу Посмотреть состояние саженцев, которые у меня были отправлены на зимовку в условиях теплицы В этом году очень много снега, сейчас я откопал возле теплицы здесь примерно небольшой участок Чтобы открыть дверь, снега в этом году у нас очень много, нахожусь я в Московской области Давайте вместе зайдем в теплицу и посмотрим, каково состояние саженцев гортензии, ежевики и винограда Снега очень много, полметра, наверное, точно Для нашего региона это более чем достаточно Все-таки у нас не Сибирь, давайте зайдем в теплицу Два месяца сюда уже не заходил Так, снег с крыши сошел, ставил Все нормально, ничего не прогнулось, очень волновался Так как снега было очень много, выдержит ли моя теплица Но все благополучно, все цело Ничего не прогнулось, крыша цела, поликарбонат на месте Проломов нет, прогибов также нет Итак, давайте посмотрим, на улице у нас час плюс пять А в теплице, ну почти что 30 градусов Не почти что, а прямо ровно 30 градусов Но тут на солнце еще градусник у меня Здесь у меня укрыты саженцы Укровным материалом 60 плотности А на этой грядке у меня растет клубника ремонтантная Сейчас посмотрим, что тут у нас Каково состояние Так, ну это у меня начис Начис в прошлом году корневыми черенками выращивал Не очень хорошо они у меня так росли Но в принципе состояние хорошее Вот смотрите, зелененькие листики Практически все живы Ну не знаю, вот этот может быть выпад будет Это все будет известно примерно через месяц Как побеги начнут развиваться Ну и конечно я пересажу их в больший объем Потому что 0,5 стаканчик Это совсем маленький объем Вот у меня Black Jam написано Но это старый стаканчик Просто надпись не стер А так вот на ящике Начис Просто надо будет удалить старую надпись Когда-то укоренял в этих стаканчиках другой сорт ежевики Кстати Black Jam буду укоренять в этом году Обязательно также корневыми черенками Земля оттаяла Влажная И давайте дальше посмотрим Что тут у меня находится Гортензия метельчатая Это маточники Они еще естественно не обрезаны у меня Буду скоро обрезать Здесь тепло уже Могут рано проснуться Нарежу заодно и черенков Поставлено укоренение Так Это поставлены черенки ежевики На укоренение Надо их немножко будет увлажнить Потому что суховаты И почва уже растаяла и подсохла Укореняю я их вот таким способом Но я вам о нем рассказывал Результаты показывал В скрутке Черенкую Стеблевыми отростками Побегами стебля Получаю сильные черенки за один год Ну и так же у меня тут ежевичка Вот в ведре растет этот так же Маточник Кедда Сорт А вот и Блэк Джем Блэк Джем Состояние хорошее Он уходит в зиму С зеленым листом Ничего не сбрасывает Особенности ежевики Но чуть-чуть попозже я Займусь Укоренением Блэк Джема Размножением С помощью Корневых черенков Давайте посмотрим Остальные саженцы Это пошла Метельчатая гортензия С прошлого года Кто спрашивал Вот у меня тут Разные сорта Современные Новинки Пиксио Бонфайр Все это есть в наличии А так же Самые лучшие сорта Метельчатой гортензии В моей коллекции Так же имеются Саженцы Ежевики Блэк Сатин Блэк Сатин Вот этот вот У меня Колумбия Гигант Хороший такой саженец Но пока что Состояние рано Говорить еще Надо чтобы Растения стартанули Колумбия Гигант Поэтому Предварительно Все Хорошо И саженцы Винограда С прошлого года Пока еще Тоже Говорить про них Что-либо Не буду Надеюсь Что все Живо Вид хороший Краса Никополя Поцарапать Можно Вот С получится Да Зелененькая Вот видите Лоза Так что Все хорошо Перезимовало Причем Морозы у нас Были в этом году Достаточно Серьезные До Минус Тридцати Было Пару Ночей А так Двадцать восемь Градзов Мороза у нас В этом году Было Но так как У меня Все здесь Прикрыто Агроспаном Я думаю Что все Хорошо Перезимовало Давайте Посмотрим Еще Вот эту Грядку Здесь Также У меня Саженцы Гартензи Грунт Грунт Уже Оттаял Разный Тут Грунт У меня Применен Видно Даже Отличается Пока Еще Естественно Я ничего Здесь Не убирал Листва Опавшая Прошлогодняя Все это Подчистится Проведу Обрезку Предпродажную А также Предпродажную Подготовку Многие У меня Спрашивали По саженцам Гартензии Так что Будет На весну Будут И новинки Будут И старые Зарекомендовавшие Себя Сорта Которые Хорошо Зимуют Без укрытия В том числе В условиях Московской области Вот Вимс Ред Гартензия С красными Со цветами Очень Красивая Красивая Гартензия Очень Мне нравится Невысокая И Компактная Skyfall Skyfall Давайте Тоже Вот так Вот сейчас Ну вот Смотрите Вот он Первый Признак Что Растение Живое Но нужно Будет Конечно Полить Немного Увлажнить Дополнительно Там Ну-ка Вот так Если Пальчиком Поглубже Но тут Еще Влаги Нормально Можно И не Поливать Сверху Только Подсохло А внутри Горшка Все Нормально Влаги Достаточно Далее Скрутка С побегами С черенками Точнее Стеблевыми Ежевики Давайте Посмотрим Сорт Что Тут У меня Это Black Black Satin Промышленный Сорт Без шипа Ежевики С чумовой Сумасшедшей Урожайностью Ягоду Собираем С середины Августа До Октября Пока Не ударят Заморски У него У этого Сорта Просто Сумасшедшая Урожайность Заваливает Ягоды Иногда Не знаем Куда Ее Девать Делаем Настойки Наливки Компоты Варенье Неплохо Из него Получается Но Основную Ягоду Конечно Замораживаем Потому что Обработать Все Там В какие-то Закрутки Это Нереально Слишком Ее Много С этого Сорта Получается С небольшой Кислинкой Ягода Средних Размеров Около 10-12 Грамм Калиброванная Ровная Ягодка И Беспроблемный Сорт С повышенной Зимостойкостью Но я Все равно Его Конечно Укрываю Чтобы Не потерять Побеги Чтобы Их не обломало Зимой Ну и Конечно При сильных Морозах Ниже 30 градусов Возможность Подмораживания Побегов Остается Но Это Один из Самых Зимостойких Сортов Знаю Что Многие В моих Условиях В условиях Московской Области Выращивают Без Укрытия Данный Сорт Ежевики И Достаточно Благополучно Выращивают Давайте Еще Посмотрим Что Тут У меня По Гортензии Катон Крим Все Саженцы Гортензии Метельчатые Растут У меня В Литровых Горшочках Я Не Экономлю На Размере И Объеме Емкости Выращиваю Сразу В Литре Этого Хватает Для Хорошего Развития Корневая Система Там Мощная Сразу Получается Вот Такой Саженец Покупаете Он В этом Году У вас Уже Зацветет При Правильной Обрезке При Правильном Уходе Год Посадки Зацветает Давайте Вот Тут Еще Посмотрим Вот Они Уходили В Зиму Некоторые Даже Вот Со Съедения Что За Сорт Тут У Меня А Ну Это Сорт Пиксио Новинка 2023 Года Сезона Классный Сорт Гортензии Очень Красивый Соцветие Состоит Сплошь Из Стерильных Цветочков Набитное Плотное Очень Красивый Сорт Не Слишком Высокий Около Полутора Метров В высоту Компактный И Минимум За нем Ухода Нужно Только Обрезать Немножко Подкормить Не укрывать Ничего Не надо Главное Вовремя Обрезать Очень Хороший Сорт Пиксио Рекомендую У кого Еще нет Такого Сорта Обязательно Посадите Так Ну и проверю Заодно Состояние Садовой Земляники Клубники У нас ее Называют Клубникой В нашем регионе Ремонтантные Сорта Точно Какой здесь Сорт Сказать вам Не могу Но состояние Видите Нормальное Живые Тоже здесь Надо Вот это Все Обрезать Вычистить И привести В порядок Но это Немного Попозже Я сделаю В принципе Клубникой Можно Начать Заниматься Уже Прямо В ближайшее Время В теплице Здесь Уже Тепло Можно Начинать Новый Клубничный Сезон Вот Еще У меня Тут Интересная Культура Декоративная Тоже Деревья Это Каштан Конский Такие Саженцы У меня Здесь Достаточное Количество Штучек 15 Смотрите Какие Хорошенькие Кто хочет Посадить У себя Каштаны И наслаждаться Тенью От Листьев Этих Прекрасных Растений А также Они Еще Красиво Цветут Если Вы Знаете То Есть Еще В наличии И Каштаны Такие Саженцы Они Живые Я Их Проверил Выглядит Хорошо Дорогие Друзья Поздравляю Вас С наступившим Новым Садово Огородным Сезоном Желаю Вам Хороших Урожаев Хорошего Цветения Всем Большое Спасибо За Просмотр